Единственный вопрос, который будет надо решить с Турцией, это вопрос Крыма. Надо откровенно сказать. И здесь мой подход такой, что надо отойти, что было когда-то. Понимаете? Потому что если будем думать, а там в 15 веке что-то было, просто пройдем на язык Путина. Это бред. Во-вторых, надо спросить, Украина получила Крым в 1991 году. Сколько там было крымских татаров? 280 тысяч. Тогда? 300. Тогда меньше было. Тогда их почти не было. Короче, все, что татары получили от Украины, это второй момент, который стоит учитывать. Третий момент. Может быть, они справедливы. Но если... Если смотреть реально, да, просто будет надо посмотреть, как сильно, как сильно я было сопротивление крымских татар против российской оккупации. Ну, вице-премьер этот, Ленур Исламов, как бы... Я бы здесь не уменьшил, но просто не надо смотреть на людей в Киеве, да, а людей именно там. Так я же говорю, он был в аннексированном Крыму, сразу стал вице-премьером, а потом переехал сюда. Спустя полгода, когда они поняли, что русские не собираются им давать участвовать в земельных вопросах, там и прочие вещи. И он оказался... Дальше. Понятия, которые слышат, типа, коренные народы, такое, такого нет. Нету определения. Нету определения. Потому что коренным народом можно сделать кого угодно. Поляков можно сделать коренным народом. Они в Украине живут тысячу лет. Ну, немцы в Польше и так далее, и так далее. Короче, просто я считаю, что если сохранится система, в которой... Потому что опыт показывает многих стран, что шутить с этим очень опасно. Очень опасно. Так было в истории Польши, когда вместо того, чтобы ликвидировать автономию, да, крестоносцев, когда они перешли на светский, перестали быть крестоносцами, да, на коленях перед Польским королем, он его сохранил, а потом вернулось. Это 300 лет спустя. Ну, в точной Пруссии, когда у них появилось. Просто вопрос в том, что если общая цель – это постройка демократического общества, в котором все являются членами единого политического народа, просто здесь придумывать прав, которых не было, когда эта страна возникала, является, считаю, опасным. Просто, 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 просто верю в то, что унитарный характер страны является одним из ключевых фундаментов и исключений делать просто не надо. Тем более, что будет очень много еще крови пролито, украинской крови, за то, чтобы этот Крым отбавить. Вот так это вижу. Дальше, геополитически делать такие шаги – это терять влияние в басейне Черного моря, которое будет ключевое для участия Украины. Я думаю еще, что в этом вопросе будет полная поддержка со стороны Соединенных Штатов в Великой Британии. Полная поддержка. Украины. Украины. Просто унитарность. Унитарность, да, и сильного украинского присутствия подтвержденного украинской крови пролитои за Крым. Да.